Здравствуйте, дорогие друзья! На канале Национальной детской библиотеки имени Иона Крянга очередной выпуск программы «Мы прочитали. Предлагаем вам». С вами библиотекарь Евгения Макринская. И вы, дорогие друзья, уже поняли и осознали, о ком мы будем сегодня говорить. Перед вами выставка книг, подписанных только одним автором, именем Жюля Верна. Почему же мы решили в этот раз рассказать о нём? Причина очень проста. Наш ролик выйдет 7 февраля, а 8 февраля все поклонники великого Жюля Верна будут отмечать его очередной день рождения. И неважно, сколько лет прошло, Жюль Верн по-прежнему с нами. Давайте вспомним некоторые страницы очень коротко его долгой, прекрасной, насыщенной жизни. Родился Жюль Верн в городе Нанте, в долине прекрасной реки Луары. И жители Нанта до сих пор чрезвычайно гордятся тем, что именно в их городе родился великий писатель. И на том доме, где произошло это событие, висит памятная мемориальная доска. Гордятся жители Нанта и тем, что в Нанте Жюль Верн получал образование. Он учился и окончил там лицей. После того, как Жюль Верн окончил лицей в Нанте, он отправился учиться в Париж. Но поскольку о Париже мы с вами говорили во многих наших выпусках, видах Парижа, мы с вами сегодня смотреть не будем. Но мы с вами должны назвать еще один город, с которым очень тесно связана жизнь Жюля Верна, в котором прошли его зрелые годы жизни и творчества. Это город Амьен. Именно там, в 70-е годы 19 века, Жюль Верн поселился вместе со своей семьей и прожил там уже до конца. Теперь в этом очень красивом и интересном доме находится самый большой и самый полный музей Жюля Верна, где можно увидеть много реликвий, связанных с именем великого фантаста. Ну, а что еще можно сказать, когда мы говорим вообще о творчестве такого писателя, как Жюль Верна, написавшего великое множество романов, мы можем сказать о том, что ему в разных странах мира установлены памятники. И очень-очень интересные, необычные. Например, в испанском городе, одном из испанских городов, стоит памятник Жюлю Верну, где он сидит на гигантском осьминоге, который, как я понимаю, пришел к нам из книги «20 тысяч лье под водой». А в родном Нанте можно увидеть совершенно необычный памятник. Обычно памятники изображают взрослых людей в пике их славы и достижений. А в Нанте, в городском саду, на скамейке сидит мальчик Жюль, который еще только мечтает о морях, приключениях, путешествиях. Он еще не догадывается, насколько знаменитым и великим писателем он станет. А в Амьене, где Жюль Верн провел последние годы жизни, стоит тоже очень интересный памятник. Это небольшой бюст писателя, а внизу сидят за книгой дети капитана Гранта, а рядом ищет что-то на карте чудак-географ Паганель, еще один знаменитый герой романа «Дети капитана Гранта». Вот так Жюль Верн продолжает оставаться рядом с нами. И не только я так считаю, а так считает практически весь мир. Потому что по статистике ЮНЕСКО, Комитета Организации Объединенных Наций по культуре, Жюль Верн стоит на втором месте по количеству переводов на другие языки. Он уступает только одному писателю – Агате Кристи. Она на первом. Все остальные писатели мира стоят после Жюля Верна. Даже самые-самые-самые знаменитые. Он один из первых двух. И вопреки нашей традиции, когда в каждом выпуске мы читаем какие-то фрагменты, отрывки из того или иного произведения автора, о которых мы говорим, я хочу сегодня закончить нашу встречу, наш разговор с стихотворением, которое так и называется «Жюль Верн». Снова в печке огонь шевелится, Кот клубочком свернулся в тепле, И от лампы зеленой ложится Ровный круг на вечернем столе. Вот и кончились наши заботы. Спит задачник, закрыта тетрадь, Руки просятся к книге. Ну что ты, мальчик, будешь сегодня читать? Хочешь в дальние синие страны, В пенье в юге, в тропический зной Поведут за собой капитаны, На штурвал налегая резной. Зорок глаз их, надежны их руки, И мечтают они лишь о том, Чтоб пройти им во славу науки, Неизведанным прежде путем. Сжатый льдом, без огня и компаса, В полумраке арктических стран Мы спасем чудака Гатераса, Перейдя ледяной океан. По подземным пещерам, озерам Совершим в тесноте и пыли Сталактитов пленяясь узором Путешествие к центру земли. И без помощи карт и секстанта С полустертой запиской в руке Капитана, несчастного гранта, На забытом найдем островке. Мы увидим леса Оренока, Города обезьян и слонят, Шар воздушный, летя невысока, Бросит тень на озеро Чад. А в коралловых рифах, Где рыщет наутилус скиталец морей, Мы отыщем глухое кладбище Затонувших в бою кораблей. Что прекрасней таких приключений, Веселее открытий, побед, Мудрых странствий, счастливых крушений, Перелетов между звезд и планет. И прочитанный том закрывая, Благодарно сойдя с корабля, Ты увидишь, мой мальчик, Какая ожидает нас тайна земля. Вел тебя неуклонной дорогой Сквозь опасности бури и мрак, Вдохновленный мечтою ученый, Зоркий штурман, поэт и чудак. На сегодня все, дорогие друзья. Мы с вами вспомнили великого путешественника, Великого фантаста, Великого поэта и писателя Жуля Верна. И будем очень рады, Если вы, придя в Национальную детскую библиотеку, Возьмете один из его чудесных, прекрасных романов. Кстати, хочу заметить, Что в нашей библиотеке Их можно прочитать не только на русском языке, Но и на том языке, На котором писал их Жуль Верн, На французском. Мы ждем вас, дорогие друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok